приветствую дорогих цветоводов на своем канале с вами александр канал клуб садоводов хабаровск благодаря вам наша земля цветет и плодоносит сегодня я хочу вам рассказать чем я поддерживаю нормальную хорошую форму своих растений это у меня хризантема которую я оставил для эксперимента на подоконнике сейчас в зимнее время сегодня у нас 9 января видим росточки по сантиметров 7 где по 5 и сейчас как раз в это время когда у нас греют радиатор отопления сухой воздух может завестись клещик от клещиков и других вредителей я порекомендовал бы фитоферм фитоферм бывает в разных упаковках то есть внутри либо концентрированный либо вот такой как у меня здесь есть таблица сколько на сколько тут ампулка содержится 4 миллилитра сколько на сколько разбавлять от данных вредителей какие не дай бог конечно у вас завелись если уничтожает паутинного клеща от лютрипса я для профилактики и не только для профилактики у меня на розах был клещ появился на комнатных потом перепрыгнул на его устому я разбавлял вот эти два миллилитра пол ампулы на литр воды и производил обработку клеща не стало листики естественно у розы опали и потом выросли новая после чего я его уже не применяю месяца два два месяца назад я занес эту хризантему у меня там еще петунии стоят также розы стоят отводка комнатные розы все на одном подоконнике и я поддерживаю так сказать атмосферу для них благоприятную и неблагоприятную для насекомых вот таким образом наливаю теплой воды все показываю на глазу примерно сколько здесь граммов 100 наверное 150 беру если из хозяйственного было лучше хозяйственное у меня вот не было хозяйственного взял если будут вопросы дуру обычное туалетное мыло скажем так и я не парюсь я прям вот вечером допустим время есть в ванну зашел вот так вот прямо стругал можно назереть на терке на глазок вот видите немножко съел закрываю пульверизатор и был вопрос в комментарии предыдущем видео сегодня увидел зритель вот видите что то так вот запенилась она сейчас и сядет немножко она еще не все растворилась но она растворится вода у меня теплая налита был вопрос по поводу у меня человек пишет у меня завелась завелось что-то похожее на тлю как с этим бороться ну насекомое не видно конечно как я могу говорить я порекомендовал фитоферм и после предложил закинуть меня фото в группу там у меня много специалистов и я сам увидев фотографии могу дать ответ группа у меня построена уже два года назад я ее создал там много народу говорю много цветоводов которые больше меня занимаются цветами на любой вопрос я сам от руки приглашал спецов туда на любой вопрос по разным растениям кроме наверное бананов и ананасов быстренько вам найдется ответ для этого есть альбом вопрос ответ я дам ссылочку на группу в описании под видео и глядя на то фото я подумал что скорее всего это тля обработать нужно то что вот именно сейчас для того зрителя похожие на тлю вот и вот такой штукой и можно капнуть ну и где-то капли две три нашатырного спирта можно применять нашатырь аптечный но он дороже получается чем строительный можно применять строитель там разница или вот такая бутылочка скажем я не помню сколько он стоит но пусть 50 рублей до или строительный пол литра 50 рублей я снимал видео летом обрабатывал смородину и розы от тли на розах у меня тли не было вовсе кто смотрел эти видеоролики посмотрите обязательно плейлист розы посадка размножения уход и на смородину я дам ссылку в описании под видео тогда тля была но так как она уже завелась но я с ней за несколько так сказать заходов я ее победил все таки и следующем сезоне я заново буду снимать видео полностью все обработки и мы увидим результат надеюсь он будет отличный как и в прошлом году после чего я беру и вот таким образом распылением с разных сторон и обрабатываю ладно под листочками вот так от мыла хуже не станет можно применять зеленое мыло которое продается в садовых магазинах но у нас в районе например один магазин остался в котором могло бы быть но там нет и ездить искать я времени нет к сожалению и применяю вот такое и как видите два месяца я снимал видео на протяжении двух месяцев у меня все отлично эксперимент так сказать удался обработки обработки провожу ну как получается два три раза в неделю как бы раз в три дня достаточно обрабатываю петунии на подоконнике вот эту хризантему я ее одну заносил для эксперимента розочки комнатная розочка отводка отводкой и что рядом попадает под раздачу туя тоже маленькая на нее тоже попадает немножко и виноград и пасынка у меня там стоит до сих пор на этом с вами прощаюсь ссылки в описании на группы группа в одноклассниках уже очень хорошо развита не стесняйтесь присылайте фото в раздел смс если не можете там много альбомов там действительно можно затеряться и люди загрузили в альбом хризантемы ну ничего страшного это все переносится но оно из ленты исчезнет я пока не переношу чтобы люди в ленте видели и дадут еще свои советы какие-то а для этого есть альбом вопрос ответ также создал группу вконтакте по просьбе зрителя там подписчиков еще мало посты тоже гружу не каждый день ну советы будем добавлять позже регулярно это будет зависеть от количества подписчиков потому что видно что участия никакого нет и просто эти темы потом они затеряются где-то где-то далеко в общем вот такие дела не стесняйтесь присылайте фотографии по фото уже просто будет легче работать на этом с вами прощаюсь спасибо всем за внимание с вами был Александр канал Клуб Содорова Хабаровск подписывайтесь на канал пишите комментарии будут вопросы я постараюсь ответить всем всем пока всем пока всем пока всем пока вам всем пока не